Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Таковым является хадж, один из постулатов ислама. И когда речь идет о паломничестве, мы тут же забываем мирскую суету, стремимся к создателю, стремимся к святыню мусульман. Мысли о Мекке, Медине заполняют наши сердца. И тема нашей сегодняшней передачи в гостях у создателя. А у нас сегодня в гостях Руслан Каиргельде, наипаман центральной мечети города Алматы и молодой перспективный предприниматель Марлен Каиржанов. Ассаламу алейкум, братья. Ассаламу алейкум ассалам. Добрый вечер. Добрый. Ну, первый вопрос. С первого на первого мы начнем о Хурбан Айде. Раке, как сегодня прошел Хурбан Айде именно в центральной мечети? Ну, во-первых, хочу сказать, что Хурбан Байрам действительно сегодня праздновали много очень мусульман. В центральной мечети очень много жамаат посетил. И действительно прошел он очень на высоком уровне. Вы знаете, что в 7 часов утра был праздничный намаз во всех мечетях города Алматы. И вот после уже утречнего намаза, после фаджера, все уже оставались в мечети. То есть к 6 часам уже практически не было свободного места в мечети. Затем после праздничного намаза на территории мечети, вот благодаря зазолению Аллаха, идеям нашего главного имама города Алматы, Иркемия Хаджи, и благодаря нашим прихожанам и управлению города, то есть Ахимату, благодаря им на территории мечети была очень праздничная атмосфера. Были разные, очень разные спортивные мероприятия, национальные игры. Прихожан очень было очень много. Море детей. Очень море детей. Кстати, вот для детей тоже были специальные отведенные аттракционы, совершенно бесплатные, раздавались бесплатно сладостью, это мороженое. Все такое, это все раздавалось бесплатно. И всем прихожанам почти до вечера, с утра до вечера, начиная с 7 часов утра до вечера, тоже накрывался бесплатный дастархан. Это наши национальные баурсаки, это плов, это чай. И вот в таком вот на высоком уровне мы провели Курбан-Байрам. Можно сказать, действительно была очень праздничная атмосфера. Почему? Потому что мы всегда говорим в проповедях, мы должны действительно праздновать Курбан-Байрам. Это не так, как просто помолиться, прийти зарезать барашку и уйти домой. Нет, действительно, этот праздник мы должны все почувствовать, поздравить всех своих друзей, близких, знакомых, особенно детей. Для них тоже мы должны сделать такую праздничную атмосферу. Не пожалеть там денег, купить хорошие, дорогие, качественные подарки. И говорить детям, что именно такие подарки будут именно на праздниках уроза, Курбан-Байрам и как-то их приучать к этому. И думаю, шалостью, несколько десятков лет, этот праздник уже будет таким незабываемым, и их будут все ждать с нетерпением. Макия, а как в свою очередь для вас прошел первый день Курбан-Байрама? Ходили ли вы в гости к друзьям, родным, близким, родственникам? С чего началось сегодняшнее утро для вас? В первую очередь хочу начать поздравить всех казахстанцев с праздником Курбан-Байрама, пожелать мира, счастья, полноценного счастья в обоих мирах. Мой день сегодня также начался с... Я принял участие в праздничном коллективном намазе с утра. Мы с друзьями сходили в мечеть, прочитали намаз. Затем после праздничного намаза мы поехали к нашему уважаемому брату в гости. Выполнили обряд жертвового приношения. И, собственно, сегодня также выполнили одну из значимых махсун наше любимое провоку с Аллахсаном. Это первое, что съели за сегодня, это кусочки множертвенного барашки. Машалат. Собственно, я успел побыть в гостях сегодня, и собирался в гости сегодня вечером. Ну вот, по случаю я сегодня здесь с вами. Мы рады вас приветствовать и видеть вообще вас сегодня у нас в студии. Спасибо. Сожмите, что пришли. Раке, нам задают очень много вопросов по поводу жертвоприношения. Вообще, на протяжении скольких дней совершается этот амал? Ну, значит, самое главное, мы должны принести жертвоприношение, начать жертвоприношение только после намаза. То есть после праздничного намаза это в первый день. Затем у нас есть три дня. Мы в течение трех дней можем совершить жертвоприношение. К сожалению, хочу сказать, что очень много в нашей менталитете бытают такие действия, как шек. В арабском языке у нас как принято в нашем менталитете. И вот почему-то многие наши соотечественники, соотечественники наши, именно за день Курбан Айт, почему-то приносят жертвоприношение. Это неправильно. Конечно, можно собрать гостей, прочитать Куран, близких. Но именно жертвоприношение оно должно проходить после намаза, после утречного праздничного намаза Курбан Айт. То есть в запасе у него есть еще, в иншалах, три дня. А вообще обязательно ли приносить каждому человеку в жертвоприношение, скажем, овцу? Нет, здесь в шариате, в исламе, не является ваджибом, то есть обязательным действием. Он совершает его приношение только тем людям, у кого есть такая возможность. То есть если у человека есть возможность, ему является ваджибом. И это очень хорошее действие, ему это заштется, иншаллах, за заваление Аллаха награда. Но те люди, у которых нет таких возможностей, или у него есть такие долги, если он совершит жертвоприношение, то долг у него не покроется другой, то ему, конечно, лучше подержаться, просто сделать намерение на следующий год. Здесь еще такой момент, хочу сказать, что именно при жертвоприношении, опять же, в нашем интеракете есть такое действие, как зарезать, допустим, барашку, сварить его, пригласить всех родственников, гостей, и как бы все, барашка нету на этом. То есть на самом деле мы должны осуществлять здесь сумму пророкса Аллаха, в алейхиссалям, то есть какой-то хоть кусочек мы должны отдать нуждающимся людям. То есть не все же этого приношения брать себе, а какую-то часть отдать нуждающимся людям. Это является суммой пророкса Аллах, ибо в этой части есть на самом деле удел нуждающихся людей. Поэтому нужно одну часть отдать, одну часть пригласить гостей, и в остальном уже человек сам выбирает. Но обязательно одну часть нужно отдать нуждающимся людям. А можно полностью отдать, скажем? Полностью отдать тоже можно, но здесь тоже является суммой отведать именно какую-то хоть часть, сам человек должен отведать и кормить тоже свою семью. А остальную часть можно раздать нуждающихся людям. Здесь тоже это очень могуугодное дело. Ну вот у мусульман, как мы знаем, два праздника. Да, это Хурбанайт и Уразаайт. И хочется, ну с каждым годом мы замечаем тенденцию, то есть актуально становится вообще праздновать в такой, то есть проводить эти праздники в праздничной атмосфере. Маке, ну вот вы как считаете, что для этого нужно делать в первую очередь? Я с вами согласен, да. Сейчас идет тенденция вот именно с каждым годом, она идет по нарастанию, да, то есть праздновать наши праздники, я помню. Вот, в наше время помню, когда я был маленьким, бегали просили Айтах, сейчас это уже как более на таком, что ли, официальное торжественное мероприятие. В первую очередь, конечно, это необходимо создавать атмосферу саму праздничную, настроение, свое настроение, настроение окружающих людей, родных, близких. Для этого, ну, так же считаю, это необходимо делать какие-то полезные дела, добрые дела. Вот, сейчас, допустим, в наше время детишкам начинают дарить, скажем, как конфетки, коробочки, ну, подарки делать, да, начинают от таких маленьких подарочков и уже, там, ну, по мере возможности, конечно, дарить подарки, приглашать друг друга в гости. Вот, то есть это, считаю, основные атрибуты праздничного дня, собственно, и вот наших главных праздников. Ну, мы, знаете, сегодня, действительно, я почувствовал атмосферу хурбанайта, такую праздничную, потому что со вчерашнего дня уже люди начали готовиться, кто-то за два, за три дня, то есть вот же уже приближается к хурбанайт, все пошли по магнумам, по базарам, начали покупать всякого рода, опять же, подарки для детей, да, и с утра буквально просыпаюсь, и родные и близкие уже готовы к хурбанайту, соседи, родственники, те, кто рядом, давай с утра стол накрывать, приглашать гостей. Сначала мы пошли на молитву утреннюю, а потом уже все, весь этот переполох начался, аль-хамду-ля, то есть, опять же, это к лучшему, то есть, нам нужно побольше, побольше, побольше обращать на это и акцентировать внимание каждый год, и пускай каждый год это будет по нарастающей, да, скажем так. Раке, следующий вопрос звучит в вашу сторону. А, все, наши коллеги готовы, мы сейчас давайте выйдем к ним. Ассалам алейкум, мы в прямом эфире вместе с вами, с нами вместе Айдын Бахчанулы и Нуржан Жахсулы. Рахмет Серек, біз дәл қазыр Мина Аймағының ең бейік нүктесінде тұрмыз. Ақпарат саласының 1200-ге жуығы адамы 12 автобус пен Муздалифа-дан Минаға қарай көшіп келдік. Яғни, қашылық 2018 маусымы бүкіл әлемдік Ақпарат құралдарының басты назарында. Біз тұрған жер 40 метр бейіктікте орналасқан бұл Саударабиясының Ақпарат министерлігіне тиесілі ең үлкен мұнара. Жалпы түсілім жасауға өте ұңғайлы қолай жерді орын тепкен, бұл Мина әлемдегі ең үлкен шатырлыға алашық. Шатырлармен көшелерге арнайы жеке-жеке нөмірлер берілген. Керектесеңіз, адамның нөмірімен, автобустың нөмірі және де көшелердің нөмірі бір-біріне сәйкес келеді. Жалпы қажылар күнді сұны кіріп шығатын, тоқтаусыз жүріп тұратын артымызда жамарат көпірі орын аласқаны. Сондаяқ, дәл біздің жанымызда, поезд станциясыда орын тепкен, екі күнде 350 мүн қажы тасымалданған екен, қызығы сол бұл поезд станциясының ерекшелігі жыл 12 айдың ішінде тек үшақ күн жұмыс сүйді, қалған 362 күн бос тұрат, яғни қажылар ол уақытта қатнамайды. Рахмет Нұржан, асаламу алейкум, Алматы студиясы, асаламу алейкум, қазақ елі, құрбан айт. Құтты болсын, біне біз Минаның төрінде, бүгін ұлы құрбан айт көнінде тұрмыз, кеше ғана қажыларымыз 3 миллион қатарта қажымен бірге Арафат жазығында болды, Аллаға дұғай етті, күмбатқанша сол жерде құлшылық бен айналысты. Біздің 3 миллион қатарта қазақ елінің қажыларда сол жерде елмен бірге құлшылық атқарды. Одаң кейін күмбатасалысы мен мұздалифа аймағына келіп, сол жерде түнді өткізді. Пайғамбарымыздың сүнні өтіне сайкез сол жерде таң намазына дейін ұқтап, құлшылық амалдарына дайындығын бұсықтады, құлшылық амалдарына дайындалды. Одаң кейін сол жерден күн таң атасалысы мен таң намазын оқып, таң намазынан кейін мина жазығына шатырларына қайта келіп, сол жерден қолдарына терген тастарын алып, жамарат көпіріне келді. Үші мұңға тарта қажы бүгін мұны түске дейін, түстен кейінгі уақыттарды да жамарат көпіріне келіп тастаты ұрасымын орындады. Жамарат көпірі бұл артымызда тұрған үлкен алып нысан, осыдан 5 жыл бұрын өзінің жаңағы қолданысқа берілген уақытнан бері жұмыс таса бұтыр. Жалпы жамарат көпірі мина күндері негізге құлшылыға тқарылатын орын болғандықтан жергілікті үкімет оған ерекше мән бері бұтыр. 5 жыл бұрын осы алып құрылысты іске қосуға 1,7 миллиард, 2 миллиард қатарты доллар ақша жұмыс алып, соны үлкен алып құрылысы нысан ретінде іске қосқан болатын. Бұл көпірдің жалпы еңі 80 метр, ұзындығы 950 метрден тұрады. 5 қабаттан құралған көпір болашақта 12 қабатқа дейін салыну жоспарда бар. 5 миллион қажы бір уақытта еркін кіріп, та сату ұрасымын орындай алады екен. Сонымен қатар күннің 40 градус, 45 градус ұстығында да бұл көпір 28-29 градус салқындықты сақтап тұрады. Қажылардың әр аймағынан, мин аймағынан, мекке аймағынан босын келген негізгі нөпір қалықты әр етажға таратып жіберу, әр қабатқа таратып жіберу мүмкіндіғы қаралған. Сон себептен қажылар бұл жерде ешқандай қалық тұғынына ұрынбайды. Бүгін мүні ұлы айт күні қажылар жамарат үш бағанының соңғысына ғана, үлкені ғана тасатты. Сөйтіп өздерінің мин ашатырларына барып, құлшылық амалдарын, ертенгі күнге құлшылық амалдарын пысықтау үстінде. Қазір біздің сол жағымызда осы мин ажазығында ұрын аласқан хайф мешітін көріп тұрмыз. Хайф мешіті мин ажазығында үлкен нысандардың бірі. Ол пайғамбарымыз өзінің соңғы әрі жағыз қажылығында сол жерде ғорналасқан, сол жерде намаз оқыған, сол жерден келіп жамаратқа келіп тасатқан болатын. Сонымен қатар қажылардың бүгінгі ғорындайдың үлкен үлкен рәсімдерінің бірі ол құрбандық шалу. Қажылардың көптігіне байланысты бейіл дүниежүзілік исламдаму банкі әлемнің түкпірін-түкпірінен 1 миллион бас қойды құрбандыққа дайындаған екен, оларға қызмет ететін 11 соңғы үлкеде жасақталған қасапқана жұмыстеп отыр. Қасапшылардың жалпы жұмысқа тартылған саны 40 мүн қасапшыға дейін жетет екен, 20 мүн мал дәрігермен қойдың дұрыс бауыздалғанын қадағылап отыратын арнайы шарғи мамандар жұмысқа тартылған екен. Сонымен қатар қазылық кездерінде құрбандықты дұрыс емес жолмен шалатындай орындарды қадағылап отыратын 26 арнайы орталық жұмыс істейдекен. Нұржан, сөз кезе өзіңде? Рақмет айтын, жалпы бұл миллиондардың мекені болғандықтан, мұнда әлемнің көптеген мемлекеттерінің жалауыларының кезіктеріп жатырмыз. Олардың ішінде өзіміздің қазақстандық туыды көктіуімізді көріп, көңгіліміз бір қуанып, бір ерекше бір марқайып тұрғанымыз жасырынымез. Жалпы бұл қажылық кезінде адам көптеген сынақтарға тап болуы мүмкін, оған әрине дайындалуы керек. Жалпы шыжыған ұстық кезінде салават айтуы да біраз біздің қазақстандық қажыларда қажда қойған жоқ. Өткені, Алла өзі қонағы етіп шақырған соң, өзі қарайласа декен. Жалпы біздің отандастарымыз Арафатта түнеп кеше сүніткесай мұзда алифада қоңды, енді бүгін барлығы осында жин алып тұр. Жалпы қажылық бұл үлкен сынақ, олы сапар болғандықтан, онында небір жағдайлар болады, жоқ жерден жоқ алып кетуіңіз мүмкін, табан астынан ауырып ойламаған жерден тұрлы жағдайларға тап болуыңыз мүмкін. Ол сәтте өз өзіңізді тек қана Аллаға тапсыруыңызды қтимал. Жалпы жаратушы жар бола көрсін деген ниеттеміз. Жалпы біздің қазақстандық қажылар өздерінің құлшылық амалдарын, әресіндерін ойдағыдай өткеріп жатыр. Өткенде ғана қазақстандық бақ құралдарында осында ақпарат тараған болатын. Минада, және де Меккеде дауыл тұрып көптеген жаңағдай тосын жағдайлар орын алды деген ақпарат тараған болатын. Біз енді ол жердің басығасында болғандықтан өз көзімізбен көрдік. Қажылардың бәрі динаман дауыл тұрғаны раз, бірақта ол жерде ел дүрлігетіндей, қалық алыңдайтындай нөсір жауын дауыл тұрған жоқ. Рахмет Нұржан, қажыларымыз осы Мина жазығында келесі кемі бір екі күн өткізеді. Қажылардың бір бөлігі үш күн көдейін соғып, үш күн өткізеді. Жалпы осы жердегі ең негізгі қалған амалдар, ол артымызда орналасқан үлкен алып нысан жамарат көпіріне келіп, тасаты ұр әсімі. Енді келесі күні ертеңден бастап қажылар бесін намазы, яғни түскі уақыты, бесін намазының уақыты күре салысымен өздерінің жатқан Минаның шет кауданынан берғарай қажылардың тобы аттанып, біздің үш мүн қажы жамарат көпіріне келіп, үш бағанға да тасатады. Бірінші бағанға жеті тасы тасатып, қағбаға жүздерін қаратып дуа етеді, одан кейін екінші бағанға келіп жеті тасатады да қағбаға қарап дуа қалады, үшінші үлкен бағанға келіп жеті тасатып, арғарай өздерінің шатырларына қарай бет алады. Жалпы бұл жамаратқа тасату біздің осы қажылық рәсімін бастап берген Алланың ұлы елшілерінің бірі Ибрахим пайғамбардың заманынан пайда болған, Аллат Ағала Ибрахим пайғамбарға өзінің баласы, сүйікті баласы Исмаилді құрбандыққа шал деген кезде, Ибрахим пайғамбар қатты қиналады. Бірақ Алланың әміріне мойын сынып, Исмаил пайғамбарды өзінің баласын құрбандыққа шалуға бет алған кезде, Аллат Ағала оның құрбандығын қажет етпеймін деп, көктен қошқар түсіреді. Осы вақыттан бастап құрбан айт кезінде біз қойды құрбандыққа шалады екен біз. Сол вақытта үбіліс Лағнетулла шайтан өзі Ибрахим пайғамбарға, Исмаилға, Ажар анамызға келіп, Исмаилдің анасы Ажар анамызға келіп, Алланың бүйрғынан бастартуыды азғырып осылай бүйрады. Сол кезде Ибрахим пайғамбарды, Исмаилда, Ажар анамызда өз кезегінде шайтанға кеттеп жеті-жеті тастан лақтырған екен. Осыған сәйкес осы күнгі дейін шайтанға осы жамараттеп аталған жерде тас ату ұрасымы қажылы ғамалдарының бірі болып, бектіліп қалған екен. Енді осыдан кейін, үш күнден кейін қажылар үшінші күні күн батар уақыттан бұрын тас атып, меккеге өздерінің түскен қонағилеріне қара бет алады. Осы мен қажылықтың негізгі рәсімдері орындалады, орындалып аяқталады. Қажылықтың негізгі рәсімдері орындалғаннан кейін 2-3 күн, немесе 4-5 күннен кейін қажылар қайтатын уақытта меккеде, яғни қағбада қоштасу тавауапы амалының орындайды, бұл қоштасу тавауапы меккеде болатын. Сонға амал осы мен өздерінің елдеріне қайтады. Немесе, мәдинаға қажылықа дейін бармаған қажылар, мәдинаға барып, сол жерде пайғамбарымыздың мешін зерат етеді, сол жерде қосылық жасайды. Пайғамбарымыз салалу алейсалам жүріп өткен табаның ызы қалған орындарды зерат етеді, тарихи орындармен сол жерде таңысады. Нұржан, сөз кезе көзінде? Рақмет айдын, құрметті отандастар, жалпы мұнда жүріп, біз көптеген жағымда оқиғаларға көптеген әсерлерге бөленіп жатырмыз. Енді мұнда әлемнің миллиондаған жамағаты келгендіктен ағы бар, қарасы бар, бәрі бір-біріне өте жақсы пейілді жылды көз қарасыта таңынтып жүр. Сәл бір тейік көтсен кешірім сұрап, асталау мұғалекімде бір-бірімен амандасып, сонда бір жағымды оқиғалардың әсерлі сәттердің көәсі болып жатырмыз. Әрине, мұндай сәттерді тек ғана осындай қасиетті мекенен ғана кезіктере аламыз. Осындай нұғметті, игілікті нәсіп еткен үшін Аллаққа саңсыз шүкірлер айтамыз. Эрине, мұндай қарымыз, біздің мина жазығындағы текілі ефірміз өзін тәмім. Біз өзіріңізбен алдағы күндерде әлі де қаушы атым боламыз. Рахмет Алматы, сөзгіздегі өзіріңізді. Спасибо, Айден, Нуржан. Мы физически здесь, но душой и сердцем вместе с вами. Пусть Всевышний Создатель примет все ваши дуа. Делайте побольше дуа за страну, делайте побольше дуа за Ельбаса, за нас, за мир и благоденствие. Ну а мы продолжим нашу тему. Раке, ну, в принципе, мы частично побывали там, в Мекке, в долине Мина, самый большой палаточный городок в мире. И вот три тысячи наших соотечественников сейчас прибывают хаджи там. И буквально вот вчера прошел день Арафа. Все они, иншалла, делали дуа, были рядом с Создателем, то есть просили у него все. А что мы? Мы вот, они уезжая на хадж, во след пишем им в WhatsApp свои пожелания, сокровенные дуа, да? А можем ли мы, в свою очередь, делать за них дуа? И какие дуа нам нужно делать за наших хаджей? Ну, во-первых, действительно отрадно, что с каждым годом, да, с каждым годом создают такие удобства для наших паломников. И, аль-хамдул-ля, благодарим тоже за это. Что касается, действительно, с каждым годом тоже больше и больше паломников тоже едут в хадж. Но относительно, на самом деле, если у нас в стране проживает 11-12 миллионов мусульман, то относительно это, я бы сказал, немного, три тысячи человек поехали в хадж, паломиться, это, надо сказать, очень мало, да? Хотя, у многих людей, на самом деле, да, есть, я, мы сами, например, можем сказать, у многих людей есть такая возможность, как совершить хадж. Я вот хотел, в пользу случаем призвать всех мусульман, у кого есть такая возможность, не оставлять на следующий год и на потом, а если появилась такая возможность, то совершить хадж. Почему? Это совет ученых. Все ученые советуют, даже есть такое высказывание в ханафийском масхабе, что если молодой человек накопил, как говорится, денег на свадьбу свою, и он стоит перед выбором жениться, сделать пышную свадьбу, да, или совершить хадж, то ему нужно выбрать хадж. То есть, затем он может сделать не ках, а уже пышную свадьбу, как говорится, отложить. Но хадж важнее всего. И вот, что касается вопроса, я бы тоже хотел такое напоминание сделать нашим братьям-мусульманам. Ни в коем случае, если появилась возможность, нужно совершать хадж, не откладывая его. Стольких людей мы знаем, у которых действительно есть все ресурсы, да, возможности, но почему-то, когда спрашиваешь, совершил ли ты хадж, они говорят, что нет. Поэтому, если, конечно, упасе Всевышний Аллах, если человек умрет на том, что у него были ресурсы, все возможности, но не совершил хадж, то перед Всевышним Аллахом он предстанет как послушником. То есть, Аллах ему наделил богатство, ресурсы, но не воспользовался этим и не совершил хадж, то это очень плохо. Поэтому хочу сделать такое наставление, да, нашим братьям-сотечественным, чтобы, в первую очередь, не откладывали, если есть ресурсы, возможности, совершали хадж. Что такое хадж? Это одно из важных, обязательных столпов ислама. То, что, на самом деле, в переводе обозначает хадж, то есть, сделать намерение, приблизиться к дому Аллаха, точнее, кабы. То есть, у человека должны быть хорошие намерения, не для того, чтобы поехать и приехать, и чтобы по днём говорили, да, он что, хаджи, несколько раз совершил хадж, уважать его все должны. Нет, на самом деле, хадж человек совершает только для себя, выполнить свои обязательства, фарт перед Всевышним Аллахом. Этому доказательство, где Всевышний Аллах говорит в Коране, то есть, люди должны обязательно совершать хадж, если имеют такую возможность, и преодолеть этот путь. То есть, почему здесь даже Аллах говорит преодолеть этот путь, на самом деле, это очень нелегкий путь, действительно. Тем более, это раньше, если посмотреть историю, да, все наши казахские ханы, и даже посмотреть, а наши прадеды все в свое время совершали хадж, это было все пешком, да. Любого спросить у каждой казахской семьи, да, есть такой прадед или дедушка, который совершал хадж пешком. Такого комфорта, конечно, не было. Вот, с каждым годом все это лучше, удобство создаётся для людей. Но хотелось бы понимать, что на самом деле человек ощущал, вот, что именно это все происходит как поклонение, да. И даже вот современные ученые нам советуют ездить в хадж одному. Почему одному? Потому что если вот коллективно несколько человек, друзья, коллеги поедут, и они, когда окажутся вот в гостинице, у них начинается появляться пустословие, да, они будут начинать обсуждать, насколько им там комфортно в гостинице, да, где-то подают чай, где-то кофе, там, и так далее, как их обслуживали в гостинице, да, и так далее. Ну, ученые нам советуют ездить одному, да, в хадж, а если вы как бы с самым близким другом, то лучше жить раздельно, да, то есть больше времени проводить поклонение в айбаде. Ну, вот здесь, наверное, честно все связано, наши дела зависят от наших намерений. Да, 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 конечно. То есть, есть такой, то есть, был случай, вот в этом году, молодой человек, он говорит, ему посоветовал брат, мусульманин, делай часто дуа после молитв. И он начал там на протяжении определенного времени делать дуа и просить у Всевышнего. Просил, 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 и, аль-хамдаля, в этом году уехал на хадж. По милости Всевышнего. И, ну, аль-хамдаля, здесь только Аллаху Таля, да, зовет в гости каждого из нас. Да, это мы должны знать, потому что все, все происходит по воле Аллаха. Кто попадает в хадж, это только по милости Аллаха, и на самом деле Аллах Всевышний сам его пригласил туда. Это нужно знать. Сколько мы людей знаем, у которых есть и ресурсы, и возможности. Но они остаются. Но они почему-то остаются. Да, я знаю несколько примеров, которые уже на полпути долетали до, уже полпути прошли, полпути было пройдено, но по каким-то разным причинам они возвращались назад. То есть это все по милости Аллаха, в этом есть тоже хай, может, он на следующий год полетит, но кто туда попал, это только по воле Аллаха, и Аллах на самом деле их пригласил. Или бабушка тоже там с паспортом вообще другого человека, поменялись паспорта, она все, улетела, сделала хадж, прилетела. Смотрите, как было. Сопланула. Маке, вот вы были на Умри, да? Да. С какими впечатлениями вы вернулись сюда, на родину? То есть произошла ли какая-то некая трансформация в вас? Расскажите поподробнее. Действительно, это правильно подобные слова, трансформация, да, по поводу Всевышнего Аллаха. Мне посчастливилось побывать на Умри, прикоснуться к Абби, пройти по той земле, по которой ходил наш любимый пророк Мухаммад, саллах и салям. Саллах и салям. Действительно, то место, где люди искренне, я даже не побоюсь слова, жадно пытаются и делают добрые дела друг другу. Столько национальностей, столько языков, всех именно связывает поклонение Единому Богу. Вообще не передать словами то место, то ощущение, ту атмосферу. Трансформация произошла, я сам это замечаю, и, надеюсь, мои любимые родители это замечают также. Безусловно, я считаю, что меняюсь в лучшую сторону. Все те дуа, сила дуа именно на той земле, все, о чем я просил, Аль-Хамдуля, оно воплощается в реальность. Я достигаю всех тех целей, которые ставили перед собой. Меня это радует. Начиная от моих, пусть даже будет, в первую очередь, духовных ценностей, я обрел еще больший смысл жизни. Я обрел уверенность. Это, я считаю, один из главных атрибутов и качеств. наше время, которым необходимо, крайне необходимо быть уверенным в себе, уверенным в завтрашнем дне. И, да, заканчиваю уже материальными благами, то есть я стал богаче. Так духовно такие. Да, в первую очередь духовно и материально. Ну и все те мечты. У меня мечты есть еще очень много. Я надеюсь, что как можно чаще буду ездить туда. В первую очередь я напоминаю себе, что мне необходимо ездить туда как можно чаще. Рекомендую также нашим казахстанцам совершать умру, хадж. Потому что это то место, где человек не обеднеет, а наоборот он станет еще богаче. Во всех смыслах жизни. Во всех сферах имею. Ну вот каждый, когда человек, когда мусульманин попадает в какую-то тяжелую жизненную ситуацию, он же обращается сразу ко Всевышнему за помощью. И были такие случаи, люди болели, находились на какой-то вот грани все от жизни. Но они просили умру или хадж и были там. После чего пост. То есть исцеление было. Их хворь, их болезни, скажем так. То есть это да, это святыня мусульман. И мы все знаем, что действительно каждый, кто посетит эти места, они уже приезжают как бы с трансформацией. Можно вот процитировать услышанные нашими коллегами после вот Арафата, да? В дальнейшем хаджи, каждый хаджи, какие еще обряды совершали? Да, мы знаем, вчера был Яумай Арафа, то есть очень значимый день для мусульман, это день Арафа. День Арафа на самом деле очень значимый, потому что Павел Саллаху Алия Ассалям сказал в хадисе, что кто будет соблюдать пост в этот день, и очень многие мусульмане вчера постились, кто будет соблюдать пост в этот день, то с намерением, искренним намерением должно быть, то Аллах ему прощает прегрешения его за предыдущий год и за следующий год. Поэтому это милость Аллаха, и в этот день нужно действительно не искренне слойить, в этот день нужно провести покоение Альбада и побольше дуа делать. Даже в хадисе пришло дуа, в этот день нужно делать дуа, где пророк Саллаху Алия Ассалям сказал направляется в сторону долины Мина, затем будет ритуал покидания камнями Джамарат, затем уже остаются некоторые дни, которые будут проводить поклонение Альбада, а затем уже последний тавах и человек будет из их храма. Здесь хадж, дело в том, что такой вид поклонений, что очень много задают вопрос, в чем мудрость хаджа в поклонении, очень действительно мудрость Аллаха заключается в том, что на самом деле там все люди равны, там один уровень, скажем так, и возьмите министра, простого рабочего человека, электрика, сантехника, не знаю, или же бизнесмены и того же простого человека, рабочего, они все в одном уровне, то есть это такое поклонение, что люди во все одинаковый уровень, и у них даже одинаковый одежды и храм, и одинаковое поклонение, все они равны перед Всевышним Аллахом, то есть здесь даже можно почувствовать такое мусульманское братство, да, на самом деле, то есть здесь мы знаем, что Всевышний Аллах не смотрит на ваши расы, да, что Аллах не обращает внимания на ваши на вашу национальность, Аллах принимает все дуа, все плаконения, и перед Всевышним Аллахом все на самом деле едины, и здесь на самом деле можно ощутить мусульманское братство, да, на самом деле, и действительно одна из мудрости Всевышний Аллах заключается в том, что в этот момент можно вспомнить о Судном Дне, то, что на самом деле, как я уже сказал, мы все предстанем перед Всевышним Аллахом в единой форме, и будем отвечать каждый за свои поступки, когда будем перед Всевышним Аллахом в страхе и ждать своего суда. И, как говорится, не имеет значения, тебе не поможет твое имущество, кем ты был на самом деле в жизни, не твой авторитет, никакое положение ты в обществе занимал, все это не поможет. То же самое и в хадже. То есть Создатель дает возможность ощутить, да, человеку? Ощутить, да, ощутить, что Судный День на самом деле близок, и то, что перед Всевышним Аллахом все равны. И нужно действительно ощутить вот это чувство мратства в исламе, что ислам на самом деле не смотрит на ваш облик, и ислам не обращает внимания на вашу принадлежность, национальность, расы, перед Всевышним Аллахом все равны. Как Парху Сауслан сказал в хадисе, то есть Аллах обращает на самом деле внимание на ваши сердца и на ваш амаль, на ваши действия. То есть перед Аллахом только мы так все равны. Затем после уже Тавав, иншаллах, я желаю, чтобы наши все соответственники, все мусульмане, которые находятся сейчас в хадже, в паломничестве, все, иншаллах, за дозволение Аллаха, вернулись домой. И самое главное, чтобы Аллах принял их хадж, паломничество. Мы даже можем сказать, да, человек может задаться вопросом, принял ли Аллах мой хадж? Принял ли Всевышний Аллах мой хадж? Как это можно узнать, заметить? Все сифаты, да. На самом деле, такой простой пример, если человек замечает, что он, как в случае с Маляром, он начал меняться в лучшую сторону, начал у него характер, в буквальном смысле, характер изменился в лучшую сторону, человек просто-напросто изменился, то он не стал зазволением Аллаха, у него все это иман увеличился, и этот человек, Аллах принял хадж этого человека. То есть, ну, если, как говорится, все в таком же духе и жизнь продолжается, человек грешил, грешит, вредные привычки не оставил, то, я думаю, надо этим нужно подумать, почему он все-таки совершил хадж, для чего? Вот. С какими целями? С какими целями, намерениями, да? Потому что намерение хаджа, это очень-очень важно. То есть, даже я уже сказал, что в переводе хадж обозначает приблизиться к Абе, к дому Аллаха, точнее, к Абе, и приблизиться к доводству священного Аллаха. Ну, просто, когда человек пребывает в святыне, там, описать тяжело, что с ним творится внутри. Изнутри, да. Когда он впервые видит Каабу, когда он видит, как миллионы людей совершает талаф, и он в их числе, там, просто непроизвольно, и слезы пойдут в ход. Человек, мне кажется, какого бы, там, тяжелого характера, темперамента не был, Аллаху Таля, в этот момент, смягчит сердце этого человека, и там, ты действительно, ощущаешь облегчение, потому что вся, вот как мы выше уже говорили, мерзкая суета, она остается вот здесь. Вся эта рутина. Да, вся эта рутина, все остается здесь. Там ты просто, прямой контакт у тебя с создателем, и, вот вы правильно сказали, Раке, каждый из хаджи должен, вообще каждый, тот, кто посетит святыню мусульман, он просто не должен терять драгоценное время. Да-да. То есть, там, твое время на вес золота, каждая секунда, каждый момент пребывания твое там, оно очень дорого. То есть, там, нужно правильно вы сказали, проводить время за зикрами, за хураном, опять же, и делать побольше, не под кондиционером в гостинице. не под кондиционером в гостинице. как проводят свое время там хаджи, да, как они выполняют обряды хаджи. И, Маке, вы, наверное, следите, да, за событиями. Да. Как, у вас вообще есть в планах совершить хадж? И как вы его видите? Ну, я бы сказал, есть в намерениях совершить хадж. Как сказал Арки, это один из фардов, который предписан каждому мусульманину, по мере возможностей, материальной достатка, совершать хадж. Самое ближайшее время, нишело, есть такое намерение совершить хадж. По воле Всевышнего, надеюсь, что это будет, может быть, в ближайший год-два, не буду, конечно, загадывать. Потому что, действительно, Омбра, это, Архамблю, это, да, тоже один из обрядов. Стартап, ну, такой, да, можно сказать, нашим на молодежном сленге стартап, вот, для чего-то большего, именно для хаджа. То есть, ты себя готовишь к хаджу, то есть, Сюмра, ты себя готовишь к хаджу? Ислон, да. Ну, именно, да, вы правильно сказали, готовишь, потому что, в любом случае, вот, как пришел к исламу, как, начал практиковать ислам в своей жизни, вот, я уверился и понял, то же самое главное, это знание, то есть, необходимо набираться знания, необходимо хаджу, также необходимо, я считаю, готовиться, вот, именно, набираться знания. Ахамбалла. Ну, время нашего прямого эфира подходит к своему логическому завершению, поэтому, в конце, ваши пожелания, нашим соотечественникам, телезрителям, которые сейчас вместе с нами, все те, кто сейчас в святыне мусульман. Раке, как мы знаем, сегодня первый день, уроза, хурбанайт, и, на самом деле, очень светлый, добрый праздник, и мы знаем, что в этот день, все должны друг друга прощать, поэтому, пользуясь случаем, я бы даже, хотя бы попросить прощения, у тех, кого огорчил за этот год, и по своей невежественности, и так далее, и хочу, чтобы все другого попросили прощения, в этот знаменательный, добрый, светлый праздник, простили друг друга, простили друг друга, и, дай Аллах, чтобы все, кто не совершил хадж, в ближайшее время, попали оттуда, за заваление Аллаха. Машел. Я также, да, присоединяюсь словами, пользуясь случаем, еще раз хочу поздравить с этим светлым, добрым праздником, вот, всех казахстанцев, своих близких, своих любимых родителей, вот, очень хочу, чтобы каждый казахстанец, каждый человек, почувствовал сладость веры, сладость этого праздника, вот, надеюсь, что наша программа, наше обсуждение, послушать причиной, тому, что люди как минимум начнут задумываться, вот, о едином Боге, о судном дне, вот, ну, и, собственно, о самом обраде хадж. Алхамдуля. Спасибо, что вы сегодня посетили нашу студию, побывали у нас в гостях, пусть создатель примет все наши дуа, все наши благие намерения, и не только наши, но и всех наших соотечественников, дорогие телезрители, пусть создатель облагодетельствует ваши дуа, именно, в такие вот праздничные дни, в Курбан, Байрам, и пусть он сделает так, чтобы каждый из вас на следующий год, иншаллах, посетил святыню мусульман, и уже приехал оттуда, с трансформацией. Ассаламу алейкум, до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok